сегодня приготовим итальянскую версию бабушкиного торта называется торта della nonna основу у нас идет песочное тесто для этого нам понадобится одно яйцо и один желток добавляем сахар добавляем сливочное масло комнатной температуры цедра половинка лимона начинаем замешивать добавляем понемногу сюда муки уже просеянный добавляем разрыхлитель до теста и продолжаем замешивать руками тесто замесили оно у нас получилось мягкое делим его на две части одну часть побольше другую поменьше прикрываем пленочкой и убираем в холодильник на 30 минут подготовим заварной крем берем молоко и отрезаем цедру лимона только желтую часть 2 штучки достаточно будет и ставим молоко разогреваться но не кипятим смешаем желтки в заварной крем идет 4 желтка я использовала два желтка и одно целое яйцо добавим сахар и кукурузный крахмал перемешиваем до однородной смеси добавим чайную ложку экстракта ванили молоко согрелось удаляем лимон добавляем смесь и варим крем добавляем немножко огонь и варим крем до загустения крем начинает густеть азюминчиком хорошо перемешаем выключаем готов прикрываем пленкой и оставляем остывать подготовим форму смажем маслом посыпем мукой форма 26-24 сантиметра раскатываем тесто берем сначала большой кусочек раскатываем до толщины 5 миллиметров не больше варим крем и обострел Сейчас выкладываем крем сверху. Выравниваем. Перекладываем тесто сверху. Также убираем лишнее тесто скалкой. Углы прижмем вилочкой. Надколем. Смажем молоком. И присыпем хорошо кедровыми орешками. Отправляем выпекаться при температуре 180 градусов на 40 минут. Кростат испеклась, оставляем остывать до полного остывания, потом удаляем из формы. Торт у нас постоял в ночь в холодильнике, при подаче посыпать сахарной пудрой. Торт Адела Нонна готова. Бабушкин торт готов. Приятного аппетита! Продолжение следует...